Вот мы наконец и встретились уже, да? Да, здравствуйте. Где-то и увиделись, кажется, год или два, грубо говоря, а я даже уже и забыл, сколько мы не виделись. Ну вот у меня в гостях присутствует наш, я считаю, известный драматург, известный драматург, писатель, писатель, который пишет и серьёзные произведения, и который пишет для детей, пишет стихи, сказки, пишет... Мы с ним давно знакомы, и вот нам Олег сегодня расскажет. Мне интересно было бы... Да, он вместе со своей супругой здесь присутствует, с Наташей. Наташей. Да, да, Наташей, Наташей. Вот. И нам просто интересно поговорить, он расскажет. Он очень хороший рассказчик, и я думаю, он нам много чего интересного расскажет. Мы потом постараемся это разбить на отдельные сюжеты, как мы с вами предварительно договорились. Ну вот, а начать, наверное, неплохо было бы с его детства, как... Где он провёл детство своё. Я думаю, что здесь скрывать не страшно возраст свой, ты всё-таки не девушка, наверное, да, не женщина, возраст. Или вы скрываете возраст. 49-е. 49-е год. Чтобы понятно было, что это послевоенные годы, это очень важный момент, это послевоенные годы, да. Ну вот, пожалуйста, тогда мы предоставляем вам слово. Ну, да. Олег Аскерович. Олег Аскерович, да. Спасибо, Саша, да. Я хочу сказать сразу, что, чтобы ты не забыл, дорогой мой, где мы с тобой встретились. Так. Я тебе напоминаю, но я думаю, ты помнишь, что мы... Я стоял в Коктебеле, мы встретились с Сашей в Коктебеле. Я стоял в палатке, тогда я ещё был палаточником. Это был где-то примерно 94-й где-то год, да, Наташа? Да? Наташи ещё не было, Саша. Очень давно, очень давно. Я помню, что я шёл, значит, палатку оставил, и шёл я в Коктебеле. Мы стояли в Зелёнке, там, где ребята гитаристы стояли, поэты. Замечательное было это время. Ну, сейчас стоят, как бы. Сейчас стоят, да. И вдруг я смотрю, такой высокий, красивый, длинноволосый мужчина подметает, у него такой веничек какой-то самодельный, и он подметает осколки от каких-то бутылок, камушки, и так трогательно, а я иду босиком, и я знаю, что такое осколки, что такое камни, потому что я вообще любил ходить босиком, по горам. Я подошёл и говорю, здравствуйте, как вас зовут? Он говорит, меня зовут Александр. Я говорю, Александр, спасибо вам огромное, потому что ты подметал всю территорию, всю, хотя твоя палаточка вот здесь стояла, но это было так трогательно, мне так понравилось, я говорю, давайте познакомимся. Я говорю, меня зовут Олег, фамилия Ернев, я из Петербурга. Он говорит, и я из Петербурга, я Саша Александр Травин. Мы пожали друг друга руки, и с того момента мы стали с Сашей замечательными друзьями. И дружим мы вот уже где-то с 94-го года. Спасибо тебе, Саш, большое, что ты пригласил. Ну и вот если мы начали, ты сказал, что я могу сам о себе рассказать. Мне хотелось бы сказать, что родился я в замечательной стране, в Туркмении, в той Туркмении, которая была тогда ещё советской Туркменией, когда мы, русские люди, строили во всех этих республиках, мы строили университеты, устроили театры, сады, сажали деревья лиственные, проводили арыки, то есть водопроводную систему, с гор, потому что там были горы Капидак. Я родился в Ашхабаде, жил я в центре этого города после землетрясения. И, значит, получилось так, что меня могло бы не быть, потому что в 1948 году произошло страшнейшее землетрясение, чудовищное, о нём многие не знали, оно было, в общем-то, засекречено. Город полностью рухнул, полностью погибло, где примерно три четверти населения оказались все под завалами. У меня молоденькая мама, они жили с бабушкой, у нас был свой дом, они оказались под завалами этого дома, а у мамы была большая, чёрная, красивая коса. И вот эта коса, она спасла и маму, и бабушку, потому что она оказалась на поверхности, и когда солдаты, которых уже бросили на спасение людей, потому что мама рассказывала, что такие стоны были несколько дней, люди стонали, были пожары, они погибали, погибло огромное количество народа, это действительно страшная вещь. Мама была свидетелем, потом, когда её вытащили из-под завалов, благодаря этой косе солдат увидел и сразу стали откапывать, вытащили маму и бабушку. Но у мамы погиб её замечательный жених, и осталась фотография. Они были студентами третьего курса сельхозинститута Туркменского. И самая интересная история была в том, что они каждый день до 4 утра сидели, он её провожал домой, они сидели на лавочке. Но в эту ночь, в эту ночь, когда он просил, он говорил милочку, ну давай, ну посиди, ну давай ещё немножко, ну давай, ну мне так не хочется тебя отпускать. Она говорит, ну слушай, у нас неделя осталась до свадьбы, она говорит, завтра у нас большая стирка, мама попросила, чтобы я пораньше встала, нам нужно будет стирать, мне надо уже будет лечь спать. И он не хотел, не хотел уходить и ушёл. Он ушёл, если бы они просидели хотя бы ещё час, хотя бы час, он может быть остался бы в живых. Дело в том, что когда он пришёл домой, его брат родной попросил поменяться местами, потому что он был фанат футбольный и был в это время репортаж, футбольный репортаж, а у него не было этой самой точки, радиоточки. И он попросил, давай с тобой поменяемся. Ну вот, ну давай. И они поменялись, и жених мамин пришёл в комнату брата, а брат в комнату маминого жениха. И когда город рухнул, стена упала на маминого жениха, и она его раздавила. А брат остался в живых. И вот мама никогда себя не могла до конца жизни, по-моему, простить, что она его отпустила. Потому что она говорит, если бы я ещё его задержала, он ушёл где-то примерно в час, а в час, если не ошибаюсь, там 20 или 15, сейчас я плохо помню, потому что часы остановлены. В это время город рухнул. Девятибальное землетрясение. Город бросило на пару метров ветра вверх. Потом он упал вправо-влево, качнул. Это было страшнейшее землетрясение. Вот такая вот история. И мама осталась жива, как я говорю, благодаря косе. И когда она её потом отрезала и спрятала в сундук, я очень долго этой косой любовался, вынимал её, смотрел и очень переживал, что мама отрезала эту замечательную косу. Ну, это было уже после твоего рождения? Я просто... Это было, конечно. Это было в 48-м году. А сколько тебе лет было? Когда? Тебе, вот тоже о чём ты сейчас рассказываешь? Маме было, значит... Это мама. А, то есть ты не был свидетелем. Я не был свидетелем. Я родился в 49-м. Понятно. Вот на следующий год уже родился я в сентябре. Понятно. Это я просто к тому, какое удивительное было... Как бывает иногда, потому что погибло огромное количество народу. И в том числе и мой брат тоже потом... Ну, он уже потом от другого. Но мы были близнецы, и он умер от кори молоденьким. Вот. Поэтому вот я остался, и как будто... Мне-то кажется, что я живу за двоих. За моего брата Виталика и за себя. Вот такая ситуация. Олег, вот вопрос хочу такой тебе задать. Мне просто это интересно. Я-то родился попозже тебе в 51-м году. Вот и я в Питере. И я хочу тебе сказать, что я, например, не помню ни одного разбитого здания в Санкт-Петербурге. Я единственное помню, когда нас родили к бабушке в Лоботскую область, помню... Я не понимал, маленький просто видел какой-то типа цех. Я сейчас понимаю, что цех, типа Ижокский завод, там разбитый цех, ни одного разбитого здания. Ты что-то запомнил с своего детства? Вот именно город разрушенный или нет? Ну, я... Что-то помнишь? Очень хорошо помню. Разрушенный. Долго она стояла. Это была мечеть. У тебя запечатлелась эта память? Она запечатлелась в память. Она была разрушена. Долго стояла. Не знали, восстанавливать ее или нет. Но в конечном итоге ее снесли. Это какой возраст примерно? Это уже я учился в универ... Где-то примерно уже в университет поступал. И ее снесли. Я просто хорошо помню, потому что это центр был. А детские впечатления? Это же с детства что-то? Детские впечатления. Город был полностью... А, то есть ты четко помнишь, что он был разрушен. Осталось всего три здания, Саша. А, то есть... Три здания осталось от города. И я потом даже был вот этим самым... Водил экскурсии по городу, да, в туристическом бюро, когда учился в университете параллельно. И я показывал некоторые места, что вот это здание осталось страхового агентства. Осталось здание, одноэтажное здание банка. Город был очень красив. Там было много... Так как кафе Шантаны были. Он был... Это же южная... Самая была южная столица Советского Союза. Рядом уже была Кушка. И рядом в 35 километрах был уже Иран. Так что раньше не было границ. И люди переходили из Ирана в Туркмению и так далее. Вот это просто вот такое рождение. Потому что об Ишабаде можно говорить много. И я сразу хочу перейти к моему замечательному другу Леониду Хилатову. Которого, я думаю, все знают. Знают, какой-то потрясающий был актер. Великолепный актер. Но он и прекрасный поэт. И все мы знаем его замечательную сказку. Как она называется? Ну, вы про... Ну, да, да. Про Федота Стрельца. Про Федота Стрельца. Да, да, да. Ну, когда мы познакомились... Леня тоже ашхабадец. Но родился он не в Ишабаде. Он родился, если не ошибаюсь, в Пензе. Вот. И приехал в Ишабад. Мы с ним познакомились. Почему я к Лене мостик такой перекинул? Потому что Леня очень любил ашхабадцев. Когда он работал в театре на Таганке... А я долгое время, 7 лет жил в Москве. И благодаря Лене я знал прекрасно театр на Таганке. Я знал всех актеров. Я был вхож в этот театр. Просто после... Но это отдельно. Я немножко расскажу об этом отдельно. Вот. И он... Если люди приезжали и говорили... Леонид Алексеевич, дорогой, мы из Ашхабада. Он разбивался. Он шел к Высоцкому. Он шел к Юрию Петровичу Любимому. Он доставал обязательно билет. Ашхабадцев он никогда не отпускал без того, чтобы они не попали в театр. Так вот, я к тому, что я тоже очень люблю этот город Ашхабад. Теплый, красивый, зеленый. Такие парки были. И он переводится как Ашхабад. Город любви. Вот почему он мне так еще дорог. Потому что для нас, Саша, ты сам понимаешь, любовь... Это все-таки самое великое, что может быть у нас на земле. Это любовь. Вот. Так вот, с Ленечкой мы познакомились так. Я учился уже в восьмом классе. Вот. И отбирали... Конкурс был. Отбирали детей для поэтов, которые писали стихи. Я писал в стенгазетах. Писал какие-то стихи уже. Честно говоря, конечно, мне даже стыдно говорить, что это были стихи. Но мне... Ну, так мы начинали. Но, тем не менее, отобрали меня. И еще какого-то мальчика. Я не знал. Мне сказали, что будет еще один мальчик. И у нас на телевидении, представляете, это где-то 64-й год, на телевидении у нас была своя передача. То есть мы должны были читать свои стихи. И когда меня привезли на это телевидение, был такой Юрий Рябинин. Почему я так хочу выделить эту замечательную фамилию? Потому что вы не представляете, какие были люди. Это были переводчики с туркменского языка. Люди, которые отдавали себя просто языку. Сами они издавали небольшие книжечки, а больше переводили туркменских поэтов. Делали им имена. И был такой еще Веселков. Его именем названо в Ишабаде улицей. По-моему, даже до сих пор она названа. Он был тоже переводчиком. Замечательный. Как они поднимали туркменскую литературу. Но он еще был другом Арсения Тарковского. Это отдельная история. Возможно, я ее тоже расскажу. Просто очень небольшой рассказ, который я сейчас хочу написать для хроники Туркменистана. Так вот, когда меня привезли, и Юрий Рябинин вышел, уже при этом стоял мальчиком. Говорил, ребята, познакомьтесь. Он подошел ко мне. Мальчик был постарше. Ему было лет 16. И он подошел и сказал, что Леонид Филатов, я говорю, Олег, Ежнев, мы пожали друг друга руки. Мы начали читать свои стихи. И меня поразила, поразила его поэзия. Она была очень взрослая. Я хочу просто процитировать буквально несколько стров. Он говорит, значит, он начинает. Начинал Леня, потом читал я, снова Леня. Я свои детские какие-то эти опусы. А Леня, он читал стихи, например, такое стихотворение Гёзы. Слышите охи, слышите ахи, это для Гёзов строятся плахи. Солнце лучом нам прощальным машет, стонет земля похоронным маршем. Эй, солнце в бокалы, луч свой макала. Пенилось солнце в бездонных бокалах, пенилось, билось, бурлило и гриво, Словно фламандское золото пиво. Эй, голенастый в робе цветастый, выпей ты с нами, выпей за нас ты. Нашим грехам индульгенции не хватит. Гёза прожитая жизнью заплатит. И когда у нас закончилась наша передача, нас потом рассказывали, кто мы такие, как мы пишем. Потом сказали, что, наверное, эти ребята ещё покажут себя, и, может быть, даже Туркмения будет ими гордиться. Не знаю, как мной, а то, что Туркмения должна гордиться Леонидом Филатовым, это, несомненно, и он. Правда, и меня тоже. Мне сообщили в интернете, что мы с ним почётные граждане города Ашхабада. Ну, это интернетские дела. Так вот, я когда потом спросил Лёня, кто такие гёзы, мне было стыдно. Саша, я не был. Ничего, только ничего страшного, что такое. У меня любовь, у меня у балетного кружка, повстречал девчонку, для меня это важно. А Лёня мне сказал, что гёзы – это люди, которые сопротивлялись, которые из-за свободы положили голову на плахи и так далее. Меня это потрясло. И мы с ним сразу же после окончания, мы с ним пошли гулять по Ашхабаду, зашли ко мне домой. Я познакомил его со своей мамой, бабушкой, и мы потом очень дружили. И пошёл я его провожать, горячий асфальт, это был, по-моему, июль, или июнь, но это было. Журчала вода во рыках. И мы с ним шли. И он мне говорил, что, Олежка, надо очень много учиться, надо много читать, я сижу в библиотеках. И он стал проверять мою память из-за каких-то игр. Мы потом играли в замечательные игры интеллектуальные. Лёня был трудяга уже тогда, в 16 лет. Ну и вот это наша была с ним вот такая вот встреча. И один я из последних был, которым он читал уже перед смертью, свою одно из последних произведений, и был на премьере его «Голого короля» в театре «Собременник», когда он уже не мог выйти на сцену. Они сидели с Ниной Шацкой, я рядышком сидел. Мне спектакль не понравился, ставил его нелюбимый мной Михаил Ефремов. Извините, может быть, кого-то это заденет за то, что вот он делал за последние его вот эти вот поступки. Спектакль мне тоже не понравился, но мне очень понравилось. Да, но стихи были прекрасные Леонида Филатова. Ну, вы сами понимаете, когда уже тогда он какую-то крапчатую форму, они бегали с... Это сказка, прелестная сказка с Лёниными, всегда с его замечательными рифмами, с его прекрасными метафорами, с его великолепным юмором уникальным. Вот. И когда они бегают, стреляют из автомата, а потом король выходит с прозрачным горшком стеклянным, в котором что-то там... И садится на этот горшок и читает монолог. Вы знаете, мне было очень неприятно. Но, тем не менее, Лёня уже вставал, он, конечно, любил актеров. Он сам был актером, он понимал. Вот. Ну, вот это была наша последняя с ним встреча, и скоро после этого он уже... Он уже умер. Вот такие дела. Это про Лёня Филатова и немножко про Шаббат. Смотри, лёня Филатова и лёня Филатова. Продолжение следует...